Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. Хочется выразить признательность и сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям свою любовь и ласку. Светлана Шиян – многодетная мама и преподаватель начальных классов. С самого начала придерживалась принципа «Сколько деток дается, столько должно быть». Я в семье росла одна, и когда у нас появилось трое детей, это, конечно, счастье. Дети меня очень радуют. Я всегда хотела братиков и сестер, и поэтому, когда у меня появилось трое детей, я была очень рада, потому что моим детям есть с кем общаться, есть с кем дружить, есть с кем спорить, играть. И они не одиноки в этом мире, то есть у них будет поддержка в будущем. Трое крепких сыновей – поддержка и опора. Окруженные заботой и любовью, они всегда придут на помощь своим родителям. Мне кажется, мама старается всегда сделать нам лучше, во всем помогает нам. Если мы что-то не понимаем, рассказывает, возит нас на моря. После венчания пара всерьез задумалась. При наличии трех прекрасных сыновей для полного счастья семье не хватает дочери. В 2015 году у нас появилась дочь. Зовут ее София. Поэтому она с нами уже больше семи лет растет. Вначале тоже были какие-то трудности в отношениях детей, потому что она уже пришла в семилетнем возрасте к нам, то есть со своим сложившимся характером. Ну, мальчишки сначала тоже ее воспринимали настороженно, тем более девочка, они все мальчики. Да, совсем по-другому воспринимаются. Но сейчас они замечательно дружат, ладят. Захар, София в одном классе вообще учатся. Как бы все прекрасно и замечательно. Долгий адаптационный период и конфликты остались позади. И сейчас в семье царит любовь, гармония и взаимопонимание. При этом с мамой всегда тепло. Она может поддержать в любой момент. Если что-то у меня не получается, она может помочь и поддержать. Ничего она плохого не может сказать в этот момент. Профессия преподавателя была выбрана не случайно. Не конфликтная, добрая и чуткая Светлана Шиян окружает заботой еще более 60 ребят. Вы знаете, они малыши, особенно первый класс. Они настолько заряжают энергией, что хватает и на четвертый класс, и на первый класс. Они позитивные, они маленькие, они учатся. Мне очень нравится видеть то, чему они учатся и отдача их. То есть, все, что я в них вкладываю, я вижу, что они все это впитывают как в губка. Поэтому я очень рада, что у меня есть малыши, которые мне помогают. Да, сложно, очень сложно два класса вести, тем более разные первые, а не только их надо всему учить. Четвертый класс уже, конечно, серьезно, они уже многое умеют. Но, как бы, я люблю свою профессию и горжусь, что я учитель. Жизненный ресурс каждой мамы восполняется благодаря бескорыстной и чистой любви с детей. Ведь нет ничего лучше и дороже своего ребенка. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.